доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа давайте с вами рассмотрим что у нас можно ожидать в текущем новом опционном контракте ноябрьский опционный контракт и по евро доллару сейчас она перед вами у нас открытие произошло нестандартно то есть сразу за пределами верхней границы рынка это у нас ожидание на снижение снижение у нас произошло как видим сейчас цена вновь тестирует верхнюю границу рынка что интересно у нас появился такой небольшой по времени и продолжительный по времени опционный уровень put и если от него мы увидим реакцию рынка на отбой то это будет хорошим сигналом к тому что у нас цена может продолжать свой рост ну и на текущий контракт в расчет берем только вот эти три уровня вот эти три уровня так как они у нас находятся в зоне статистической досягаемости поэтому на этих уровнях можно смотреть выход из позиции то есть закрытие по профиту если у нас отработается такой сценарий либо же от этих уровней смотреть продажи но предпочтительнее продажи смотреть от предпоследнего уровня и пограничного уровня это у нас будет соответствовать ценам 1885 примерно да и восемь девятнадцать сорок где-то здесь то есть forward point меняется каждый день поэтому данные уровни немного в цене меняются каждый день но незначительно поэтому и говорю что приблизительно восемнадцать восемьдесят шесть восемьдесят пять и девятнадцать сорок поэтому ориентируемся вот на эти два уровня где можно будет искать уже среднесрочные продажи а здесь смотреть получается при таком сценарии смотреть покупки британский фонд британский фонд у нас сейчас находится вот я бы сказал в такой модели схождения хотя может быть более прямо все это хозяйство нарисуем таким образом и вот а то есть формируется такой треугольник фигуры схождения и пока более каких-то интересных наблюдений по нему нет на весь интерес наблюдений это у нас появился опционный коридор с экспирацией 4 июня достаточно большой размах у него в пределах статистической недосягаемости в текущем контракте то есть тут 500 пунктов и тут 430 пунктов в четырехзначной системе поэтому когда цена будет доходить до вот этих областей до этих уровней 25 12 34 37 то здесь можно будет искать соответственно продажа а тут естественно покупки но пока по фунту ничего интересного не происходит если вот сузим график график да то он у нас находится в таком боковом движении как обычно сейчас любит ходить фунт в моменты такой вот неопределенности далее австралийский доллар у нас подходил близко очень к верхней границе рынка далее появлялся уровень второго порядка но вот к сожалению цена до него не добралась и сейчас приспускается вниз так что пока что австралийский доллар у нас находится под давлением имеются опционный уровень спираться 8 января но недалекие нет видимо какой-то иной характер возможно они даже проданы с расчетом на то что цена будет экспирироваться ниже данных премий чтобы получить свое вознаграждение премию за риска за продажу данных опционов поэтому что сейчас по фунту что по австралийскому доллару единственная торговая идея это торговать вот от этих областей 95 процентной вероятности опционных областей при формировании паттерна на каких-то от них довольно таки хорошие реакции происходят можно смотреть покупочки продажи опять-таки повторюсь при формировании каких-то ваших разворотных паттеров то есть не открываться огульно как только цена зашла в эту область как видим бывают про торговки далее канадский доллар по канадскому доллару у нас это чтобы интересная ситуация довольно таки бывает стандартной ситуации это конкуренция между границами рынка верхней границы рынка есть большой объем вблизь 68 фигуры и тоже большой объем возле прямо рынка на вот 30 давайте посмотрим это 33 фигура разница между этими контрактами небольшая там плюс минус какой-то десяток контрактов и вот они между собой конкурируют туда-сюда перетягивают одеяло такие перестроения границы рынка могут в текущем контракте быть еще не раз поэтому свое внимание все-таки придерживаем вот к этому уровню 33 34 здесь достаточно большой находится контракт большой объем следим за ним и соответственно когда цена будет подходить к данному уровню здесь еще и макс пейн то есть тот уровень где вы хотели видеть рынок маркет-мейкеры опционов то есть продавцы опционов это был бы для них идеальная точка на момент экспирации текущего контракта который у нас состоится 6 ноября и пока что по канаде но та же самая история смотрим за 95 процентами областей был у нас опционный коридор состоящий из недельных опционов с экспирацией 16 октября в группе телеграмме этот коридорчики обозначал от которых можно было искать продажи вот эти коридорчики хорошо отрабатываются и таки при возникновении паттернов но здесь паттерны были можно было искать продажи и на этом немножечко под заработать пока что рынок ушел какой-то более такой боковик но возможно ждут президентских выборов и прочие новости франк у нас также доходил почти что доходил до опционного коридора с экспирации 4 декабря вот эти у нас опционные коридорчики немного до него не дотянул и вчера провалился сейчас он провалился за пределы нижней границы рынка но у нас также имеется опцион с экспирацией 30 октября вот и цена уже торгуется рядышком с ним поэтому интересно будет понаблюдать как идет себя цена какой торговый сценарий здесь может быть можно будет понаблюдать как цена дойдет вот в эту область и если цена будет возвращаться к верхней границе рынка обратно подойдет сюда то здесь я пожалуй буду смотреть покупочки с расчетом на дальнейший рост возможно же даже на пробитие 4 декабря и здесь за пределами верхней границы рынка опять-таки смотреть продаж по франку возможно скоро увидим интересные события за которыми можно уже прямо сейчас начинать наблюдать и осталось у нас японская иена по японской иене у нас подложили тоже уровни поддержки это недельная опционность экспирации 23 октября над скоро они у нас экспирируются на этой недельке и если цена к ним припадет то на них можно будет искать соответственно покупочки но так больше ничего у нас тут по японцу и нет такой вот обзор переходите в группу telegram участие в ней бесплатно в этой группе я выкладываю торговые рекомендации когда они появляются например вчера была дана рекомендация искать продажи по австралийскому доллару из области 070 070 15 по моему так давайте заглянем вот она да и дана рекомендация по австралийскому доллару искать продажи 71 10 71 20 в этой области участие в группе бесплатная ни к чему вас не обязывает что немаловажно никаких левых надоедливых реклам никаких сотней сообщений в день чтобы не бесперестанно булькали и вас отвлекали все довольно таки комфортно спокойно уютно поэтому приглашаю вас в свою группу на этом все всем успехов попутного тренда пока